Всем доброго времени, с вами Марета. Сегодня посмотрим покойный отец. Что ваш покойный отец хочет передать? Напоминаю, что я смотрю на все темы. Покойные моменты, да, вот эти всякие умерших людей можно посмотреть, можете написать лично ватсап. Человек жив-нежив, определение, то есть где человек, тоже могу посмотреть. Личные отношения, отношения по беременности, ну в беременность, да, то есть что будет у вас происходить, когда забеременеете и так далее. Потому что многие спрашивали, то есть смотрю я только как бы на любовь. Нет, вы же видите, что как бы я работаю с мертвыми, и поэтому, конечно, такие расклады допускаются. Ладно, не будем много разговаривать, сегодня я устала. Давайте вызываем вашего покойного отца на связь. У кого-то отца звали Владислав, умер в 58-60 лет. Вот, умер резко на работе, у кого-то на работе, у кого-то оторвался тромб. Но он был честный человек, который любил работать, возможно, эмоциональный человек, и вы утратили смысл жизни, когда он ушел. Человек, который был вам ближе всех, ближе вашей матери. И человек умер, знаете, возможно, на него было что-то наведено в виде порчи, потому что человек резко умер. И вижу резкую смерть, либо тромб, либо что-то, либо выпил и умер, да, тут что-то такое резкое здесь идет. Вот, да, какой-то заговор был против отца, то есть заговор против отца. Здесь давно желали отцу смерти. То есть, да, мне идет вот такое вот еще, то, что ваш отец, да, он как будто бы любил путешествовать, либо же куда-то не успел съездить, вот, перед смертью, да, вот так вот. Вот здесь идет, что здоровье, в принципе, у него было хорошее, но он мог немножко жаловаться, да, на здоровье, но он был работящий. Вот, то есть, и просто это такая утрата для вас, что вы до сих пор не верите, что это произошло. Скорее всего, по отцу ударили порчи, забрали его имущество, либо вы до сих пор выясняете что-то за имущество, то есть, может быть, что-то, вот, какой-то заговор был, скорее всего, отец имел у вас ни две, ни три квартиры, может быть, какие-то сотки земли, да, и как бы тут забирают, оставляют вас ни с чем. То есть, да, как бы у отца, скорее всего, был доход, да, он хранил верность своему делу, он был победителем в каком-то деле. То есть, вот, здесь он говорит, что вас обманули после его смерти, то есть были с вами неискренены. Вот так вот, здесь можно наказать ваших родственников, которые поступили с вами нечестиво, но это уже обращайтесь ко мне лично. Далее он говорит, что я знаю, как тебе больно, кто-то потерял ребенка из вас, то есть, это его внук, он с ним встретился. Смотрите, здесь какие-то конкуренты после его смерти начали двигаться в сторону вас, да, но вы вроде бы пытались как-то устоять, но не смогли. Смотрите, здесь еще идет такая информация, что отец любил что-то восточное, либо Египет, да, вот так вот, вот идет такая информация. Но он в последнее время был как отшельник, то есть он был осторожный, но всегда давал вам поддержку. То есть, да, человек боялся лишиться своего ума, то есть человек боялся лишиться ума, то есть, но он всегда, знаете, хотел эту быструю смерть. То есть, он боялся, что он будет, знаете, никому не нужным, вот, то есть, он боялся, что его все забудут, то есть, он, скорее всего, боялся, что, как бы, да, он лишится памяти, то есть, вот такое он говорит, хорошо. Ладно, там, человек был признателен своему делу, я же говорю, может, он каким-то делом занимался, здесь еще, да, наследство, тут, возможно, вы еще разбираетесь за наследство, вы еще что-то пытаетесь решить. Видите, вот после смерти, я смотрю, два-три года прошло, у кого-то так прошло, да, вот, у кого-то идут тюремные разбирательства, у кого-то мужа посадили, кто-то потерял душевный покой. Хорошо, расскажи, что ты хочешь передать. Вот, он хочет передать воспоминания. Глуши обо мне воспоминания, пытайся идти во что-то новое, не пытайся как-то жить, ну, в прошлом, не будь наивной, что-то такая наивная. Вот, наивная по поводу денег, вот. Да, я понимаю, что ты великодушная, но постарайся, ну, как бы, как тебе сказать, он говорит, что, ой, бля, знаете, как он передает, что начало нового, то есть кому-то нужна новая работа, кто-то сидит на той работе, где его обманывают. То есть отец говорит о том, что он всегда был великодушный, добрый, по знаку зодиака, у многих он будет дева или лев, да, вот, не спеши, не спеши, не торопись, а куда ты идешь? Вот, куда ты идешь, не торопись, а вот. Вот, мне идет такая информация, что отец умер резко, у него что-то могло быть или кровоизлияние, или что-то тяжелое в голову, вот. Его очень сильно поддерживала женщина одна перед смертью. Я буду говорить прямо, это не ваша мать, скорее всего, он не любил вашу мать, либо они развелись, а тут была другая женщина в его снах, в его просто, как бы, фантазиях, но это не была ваша мама. Кому обидно, можете не слушать, но я говорю прямо, вот. Вот, и после его смерти как-то начали все собирать, вот, что-то, какие-то документы, да, вот. Скорее всего, вы не одна у него дочка, есть еще дочка, да, которая, есть еще сводная дочка, которая пытается вести вас в иллюзии, она появилась после смерти отца. Но я тоже не буду все говорить, потому что здесь он не разрешает все говорить. То есть, вот, ты лидер, ты энергичный, но тебе предстоит какой-то проигрыш. Я говорю, кто-то же разбирается в суде сейчас, да, вот, как бы, вот. Вот, придет какой-то человек от меня, придет какой-то человек, он говорит, что придет какой-то человек, который тебе поможет, великодушный человек, добрый человек. И он принесет в свою жизнь удовлетворенность. Когда ты будешь в печали, в депрессии, в апатии, этот человек явится к тебе. Возможно, у кого-то начало новой любви, у кого-то будет радость, то есть у кого-то будет беременность, да, вот так вот, смотрите, да. Кому-то Бог дарит ребенка, вот, реально мальчик. Кто-то сейчас беременная меня смотрит, если кто-то сейчас смотрит меня беременная, то смотрите, ставьте защиту на беременность, потому что вам делают, чтобы вы потеряли ребенка, да, чтобы вы просто, как бы, ну, кто-то не хочет, чтобы ваш рот продолжался, вот. Здесь вообще он рассказывает почему-то про порчу и про резкую смерть, что как будто болезни не было, но резко произошло, то есть, ну, что-то резкое случилось, да. Так, вы переживаете, а, вы до сих пор копаете, вы до сих пор копаете, что случилось с отцом, да, как бы, но я не все буду тут рассказывать, вот, потому что не все разрешено говорить. Что-то вы ищете, возле дома искали, либо кто-то реально что-то нашел под домом, может под клад, может реально какой-то клад, вот, у всех по-разному идет. Кому-то нужен отдых, не стремитесь к богатству, кому-то нужен отдых. Если ты сейчас выбираешь между деньгами и отдыхом, выбери отдых, он говорит, да, выбери отдых, тебе нужен отдых. Да, здесь такая идет информация, хорошо. Нет, я хочу спросить другое вообще, да, как бы. Что ты сейчас чувствуешь, когда я спрашиваю тебя? Положительные эмоции, то есть, он вышел хорошо, прям на разговор, хорошо, как ты умер. Вот он говорит, еще какие-то двое, ну, как будто не дома умер, двое людей еще какие-то рядом были, вот он говорит, да, двое людей, то есть, да. Или ехал он к детям, то есть, я не знаю, либо, ну, что-то вот такое связано, может, в дороге. Меня многие пытались сбить с пути, да, но я не сошел с правилами, я всегда был целеустремленный, всегда ко мне имели интерес. Знаете, как будто резко умер резко, у него могла быть травма, да, вот так вот. Очень много людей прям были рады его смерти, я прям это увидела, они как воронье над ним. Кто-то из вас хотел уйти за отцом, просто хотел уйти за отцом, кто-то хотел утопиться, кто-то хотел повеситься, да. Вот, у кого-то были моменты того, что, да, я покончу жизнь суицидом. Кто-то из вас имеет два имени, но он говорит, справедливость настанет, те, кто тебя обижают, справедливость настанет. Я стою за тебя горой, вот, даже если меня нету. Но есть какой-то секрет, который тебе откроется, или ты до сих пор копаешь о моей смерти. Если копаешь о моей смерти, не надо, моя смерть стоит под защитой. То есть что-то какие-то детали, ну да, здесь как будто двое человек было с ним, когда он умер. Вот, очень много рады были моей смерти. Моя смерть поставила тебя в разочарование и в огорчение, как будто тебя лишили, вот, наследство, он говорит. Вот, да, хорошо. Вы даже думали, что это смерть... А, он еще говорит, что мне можно было бы помочь, то есть мне можно было помочь... Ну, вы знаете, тут у многих порча, то есть кого-то от... Какого-то вот... Натхера тут рассказывает информация о порче от женщины, или любовницы, или та же самая сестра, или ваша тетя, я не знаю, тут порча. Порча от женщины, которой нету уже, у него резко могло прихватить сердце. Ну, что-то такое, да, вот он рассказывает, так, вот, так. У него было очень много людей из воровского мира, которые... Он знал воровской мир, а может даже сидел. Люди некоторые его побаивались. У него могла бы татуировка на ноге, либо руке, да, вот так, вот. Либо кто-то из вас нанес себе руну. После смерти отца у вас возникли трудности. Я же говорю, кто-то начал копать под финансы. Вот так вот. Ну, отец похоронен в красивой могиле. В добротной, красивой могиле. Он говорит, у меня красивая могила. Вот, то есть красивая какая-то могила. Он похоронен, он любил красиво одеваться, либо любил восточный стиль, да, что-то такое вот идёт. Да, вот так вот. У кого-то идёт такая вот информация. Но это не со всеми, смотрите, будет совпадать, опять же, да, повторюсь, для некоторых. Так, минуточку. Или вот вы знаете, он написывает ещё что, что вот болел-болел, да, и резко умер. Но больше я склоняюсь к тому, что никто не знал что-то, а как бы отец умрёт. Вот такая идёт информация. В общем, вот-вот так, вот так вот вышел ваш расклад за отца. Ну, а за более личные консультации вы можете писать мне на WhatsApp. Всем всех благ, до свидания, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok